Опять рубрика «Комментирую ваши комментарии». Наверное, она в основном будет выходить в выходные. Ну и так, когда у меня есть возможность ничего не делать, на диванчике развалиться и почитать комментарии спокойно и покомментировать. Надеюсь, это тоже полезно. Вот. Ну, буду постараться, стараться почаще, если будет побольше позитивных отзывов, что это действительно нужно. А то, конечно же, эти видео меньше всего просмотров имеет. Хотя, с другой стороны, вот, видите, комментирую ваши комментарии 21 час назад. Одна целая, ну, 1200 просмотров. Ну, значит, 1200 человек – это интересно, а это уже тоже большое количество людей. То есть, приношу пользу 1200 человек. Ну, это тоже круто. Вот. Так, поехали. Так, можно ли убивать воров в сегодняшнем моем видео? Да, кто не видел, это то, что бутылку водки отравленную оставил человек, потому что боялся, что дачу ограбят, и воры отравились и умерли. Так, если интересно, посмотрите видео Дмитрия Пучкова. Посмотрю. Спасибо. Вот. Интересно. Посмотрю, как там он работал. Потому что люблю развиваться. Кто-то оставлял для себя на черный день, а то, что воры выпили – это их проблем. Все верно. Вы не расслышали, то есть, основной посыл. Вот, к сожалению, очень часто основной посыл к моему видео остается без внимания. Каждый примеряет на себя и не всегда понимает, что я хочу донести. Я же сказал. То есть, вот, умысел. То есть, основная, через все видео идет фраза умысел, умысел, умысел. Да, сказал я себе бутылку водки. Ну, то есть, ну, тут могут решить уже убийство по неосторожности, да, если сказать, оставлял для себя. Вот. Могут пришить. То есть, ну, лучше всего говорить, не знаю, откуда эта бутылка, или сам купил где-то, то есть, чтобы вообще исключить свою вину. То есть, то, что воры выпили – это их проблемы, это вы можете оправдываться перед родственниками и так далее. Законодательство, к сожалению, у нас не такое. Так надо так оставлять, чтобы никто не знал. Скажи, никому это не говорить. Ну, да, чтобы никто не знал. Как пел цой каждому вору возможность украсть. Не помню такую песню. Если полиция не занимается этим, а кражами на дачах вообще не занимается, ну, как занимается, не надо придумывать. Я сколько в свое время... У меня даже была, знаете, какая практика? Наркоманы, да, на моей территории. Ну, и много дач вокруг поселка. И они любили туда залезть, там, украсть по мелочи всего, вплоть до алюминия, да, издать. Я любил это. Там в 12 часов ночи приходишь домой к наркоману, там, раз родители откроют, нету дома. Садишься и ждешь возле подъезда его. Признаюсь честно. Признаюсь честно. Иногда, ну, даже просто тупо мы с друзьями сидели в машине и... С друзьями, даже не сотрудниками полиции. Ждали наркоман, сидели в машине, бухали. Вот могу даже в этом признаться. Сидели в машине, побухивали, ждали, когда чувак припрется. Идет торчок какой-нибудь героиновый. Очень много их просто было. Уж там с телевизором или с чем-нибудь. Все, берешь его на свеженьком. Я вот такое, то есть, одно дело, да, ну, дачу обокрали, кто обокрал, неизвестно. Сложно раскрыть. Ну, действительно сложно, да. А другое дело, сел под домом у наркомана. Ну, это мне было, это 20 лет. И я был такой энтузиаст. То есть, за гроши там жил с родителями. За гроши работал. То есть, все деньги уходили чисто на еду. Вот. То есть, не мог себе позволить нехорошую машину. Мы тогда даже... Машины, знаете, как мы покупали сотрудники полиции, милиции в 2000 году? Была газета из рук в руки. И там было объявление машины целиком на запчасти. То есть, можно было купить машину, которая на ходу. Ну, у меня там документы утеряны или латвийские номера и так далее. Вот. То есть, какие-то там можно было за 200 долларов купить приличную себе ВАЗ-2107 с латвийскими номерами. Как в ГАИшнике тогда еще... Я не знаю, как сейчас тогда лояльно относились. То есть, останавливают, показывают им удостоверение. Ну, вроде отпускали. Вот. И вот так вот. Единственное, да. То есть, я не брал взяток, ничего. Единственный вариант, который мог себе позволить... Милиционер, который не берет взятки, да. То есть, если в те годы у кого-то была хорошая машина, но это значит, что понятно. Вот. Любой комментарий в интернете это по умолчанию. Личное мнение автора согласен. Только через суд можно наложить запрет на регистрационные действия. Через суд. Ну и судебные приставы могут наложить. Сейчас посмотрю в другой ответ. Через пристав. А, ну вот, видите. То есть, да. Суд и приставы. Что-то так сейчас даже больше ничего в голову не приходит. Можно ли убивать воров виновен? То есть, это вот, если человек оставил бутылку водки отравленную. Ну, это ваше тоже мнение. Я не против. Как бы, я уважаю мнение. То есть, если бы вы написали автор, ты кретин, что ли, не понимаешь, что он действительно виновен? Я бы вас заблокировал. А поскольку вы сказали свое мнение, я уважаю ваше мнение. Я с ним не согласен. Вот. И считаю, что, ну, как бы, например, он был бы виновен, если бы его сын с любовницей приперся, да, на дачу, да, куда он имеет право припираться. И где он бывал неоднократно, допустим, приперся с любовницей и выпил, и отравился. Вот тогда виновен. А когда варьё влезло и отравилось, ну, я бы поспорил. А ваше мнение все равно уважаем. Ну, у нас же нет такого загону, согласно которому можно стрелять человека, который зашел к тебе домой. Нету, и так я и так и сказал. Как и нет закона, позволяющий сотрудника полиции зайти в квартиру, откуда соседи глушат колонками других соседей. Тоже согласен. Или дрянь всякой подключает к арматории здания или к металлической батареи. Более того, менты в это даже не верят, даже при показаниях соответствующих приборов. Да, нету закона, не отрегулирована норма закона, вы абсолютно правы. Статья Конституция 67, часть 2 говорит о том, что у РФ нет территории, а это значит, что хозяйничество на территории СССР, а, соответственно, СССР никуда не делся. Да, всех просто обманули посредством СМИ. Вот смотрите, то есть вот вы не очень, как бы вежливо сказать-то, не очень умеете играть в... Как это? Не очень умеете анализировать. Ладно, вот давайте так. То есть вы где-то это вычитали и просто повторяете. То есть, ну, банально, смотрите, говорит о том, что у вас проблемы с критическим мышлением, говорит о том, что вот вы пишете по средствам СМИ. Я не против, что люди там не ставят запятые или пишут с большим количеством ошибок, да. Но вот есть слово посредством, то есть, во-первых, слитно, во-вторых, о. То есть, когда человек пишет вот так вот, это не говорит о том, что вы плохой или хороший, ни о чем не говорит. Это говорит о том, что у вас нету соответствующего образования. Вы мало читали книг, мало получали информацию, и поэтому в элементарных словах допускаете несколько ошибок. И, соответственно, у вас проблемы с критическим мышлением. Вот в чем дело. И вы не можете... Вам понравилась эта фраза, да? Сейчас я вот даже специально ноутбук, Конститут, сейчас я посмотрю, что это за статья такая. Прямо так ли она гласит. Вот, смотрите, 67, часть 2. Сейчас, 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 сейчас. Я вот специально посмотрю. Российская Федерация обладает суверенными правами, осуществляет... 67-я, часть 2-я, все, как вы просили. И осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительно экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемые федеральные законы, нормы и международные правы. Все, и что, значит, нет? Причем тут вообще СССР? С чего вы взяли, что нет территории? Вот для... Вот первую часть. Вот просто, вот смотрите. Вот кто... Когда я вижу просто эту секту свидетелей СССР, ну, вы меня, ну, раздражаете своей... Не знаю, как это назвать, упоротостью, да? Вот берем, вот сейчас у меня сразу же... То есть вы говорите, ваше утверждение, 62-я, 67-2, говорит, что у России нет территории. Теперь читаем первую часть. Просто вот, ну, ну, вот просто первую часть читаю. Вторая часть, значит, территория Российской Федерации, включает в себя территорию ее субъектов, внутренней воды, территориальное море, воздушное пространство. Все, все. Первая часть говорит территорию. А вторая часть чуть-чуть уточняет Еще и про континентальный шельф И исключительную экономическую зону Поэтому Ну вы бред, сивы кобыл Я не хочу с вами даже общаться Потому что Упоротость, ну мне не нравится Вот упоротость именно Как факт это, почему бы вам Первую часть в чем проблема была почитать Ладно, наверное лучше попросить документ Взять домой, чтобы показать своему Юристу, ну да Очень неплохо иногда И дать показать документ юристу Как бы Ну это цивилизованно Ну я говорю, я не знаю, я привожу вот пример Там я не могу люстру поменять или унитаз Хотя наверное при необходимости могу Один раз я даже ноутбук отремонтировал Сам, да, полностью По советам на ютубе Но тем не менее лучше не рисковать И обратиться к специалисту Насчет судить их как физлиц понравилось Задолбали их отписки? Да Я сейчас даже немножечко наверное уточню То есть надо сделать так, чтобы легко Можно было отсудить у организации Которая отписку пишет Моральный вред серьезный А организация уже со своего сотрудника Пусть как-то в порядке регресса Эти деньги взыскивает Так вы говорите нужны палки Почему изначально возбудили дело По статье хулиганства А потом переквалифицировали На более тяжкую статью Я про избиение в метро Я не знаю Почему Смотрите То есть опять же Опять же Когда не можешь Ну человек когда не может Со всех сторон размышлять Да Я еще раз Я не самый умный Я просто обладаю жизненным опытом Я ни в коем случае не полезу В ремонт машины В поездку танка В стрельбу Из лука Все что угодно В составление букетов цветов Да флористика В написание картин В коллекционирование марок Во все что угодно Не полезу Понимаете Не лезу Я разговариваю со своей колокольней И в чем проблема Да все что угодно Вот смотрите Первое Ну придурок следователь например Может быть такое Во вторых Ну а что такого страшного Возбудить дело Хоть по какой-то статье А потом переквалифицировать Когда обстоятельства уточнились То есть сначала его вроде побили А когда провели там Экспертизу исследования Оказалось что это вообще жестко Когда опросили свидетелей То есть свидетели дали показания То есть сначала вроде Из хулиганских побуждений побили А когда опросили свидетелей Оказалось что он Ну например они говорят Мы тебя убьем Понимаете Все тебе там ну Какие-нибудь там матерные слова Угрожающие убийством То есть выявился умысел Опять же да видите Умысел 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 Я вот в предыдущих видео Вот сегодня только записывал про умысел А вы меня не слышите Умысел 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 То есть проявили они Каким-либо образом Умысел на убийство Вполне возможно Свидетели Пара человек сказала Что они говорили Да мы тебя убьем Тебе не жить Ты больше не жилец Ты сдохни сейчас тварь Все умысел на убийство То есть одно дело Из хулиганских побуждений Побить человека Другое дело С целью прям убить его Вот Понимаете То есть все что угодно Я говорю А начинает то что следователь Сглупил Нет абсолютно А еще дополнительно могу сказать Ну захотели Общественный резонанс Надо было Например Готовят Бастрыкина Начальника следственного комитета Я просто Ну не его знаю Так это будет грубо говорить Но еще Там Когда он в 2006 году Был начальником ГУ МВД России По ЦФО На Шаболовке Да метро Октябрьская Вот Еще тогда я Нет Лично не знал Там Ну взаимодействовали Вот Потому что я был в командировке Тоже Следственный комитет По ЦФО Еще тогда На уровне земли Да Следственный комитет Не были созданы Вот Ну сейчас уже созданы А тогда был Следственный комитет По ЦФО А они были Ну грубо говоря Полиция По ЦФО То есть опера Вот И он там был начальником Вот Может быть Его готовят В президенты Вместо Путина В 24 году Или создают Общественный резонанс Позитивное мнение Может быть Такое Может быть А может и я ошибаюсь То есть Вы вот так вот Ну Задаете вопрос На который У меня нет ответа Предположил Видите Сколько версий Это просто Навскидку Не готовят Да А если тщательно Подумать Так еще можно Да Больше версии Накидать Не считаю Жизнь человека Вора Равноценной Бутылки водки Или паре табуреток И ведро Соленых огурцов Со краденой дачи И травить Никого не собираюсь Я согласен С вами С одной стороны С другой стороны Вы задачку Задаете Как в геометрии Дано В заведомо Невыгодных Для меня условиях То есть Вы сразу Пара табуреток Да кто ворует Пару табуреток С дачи Выносят Телевизор Выносят А еще и поджечь Могут Выносят Имущество дорогое Там все что угодно Еще и навредить Могут А еще Знаете как Стекла Ставят дверь Открытую Или стекло Зимой И все Система отопления Замерзает Да И рвутся трубы Все замерзает Там А если Наступила оттепель Все еще и оттаивает И вся дача Просто уничтожается Вот такой вариант Вы не рассмотрели А допустим Ваша дочка 17-летняя Пришла на этой даче С любовником Развлекается А воры залезли И убили Я таких тоже Случа знаю Вот То есть Ну давайте Когда Смотрите Когда приводите Какой-то пример Вы Ставите Ну Вы себя Условия ставите Заведомо Выгодные вам То есть Понятное дело Кто ворует Соленые огурцы Или пару табуреток Ну вот давайте Логически Объяснять Кто ворует Соленые огурцы Или пару табуреток В даче Никто Все лезут За ценным имуществом Вот Поэтому Да Вы правы Что бутылка водки А при чем Тут равноценные Бутылки водки Мы сравниваем Вы прежде всего Смотрите Право Человека На неприкосновенность Имущества Вот так вот Давайте мы возьмем То есть А давайте На каком этапе Вы Жизнь человека Готовы Считать Равноценной То есть Давайте Пара табуреток А если 10 табуреток А если Табуретки Авторские Достались вам За 200 тысяч А если Это Пусть недорогая брошка Но которая Там Цена Которая Тысяча рублей Но она Из поколения В поколение Уже 200 лет Передается Тут как А если Автомобиль А если Дача сгорела Понимаете То есть А чему Где та грань у вас Где уже Раз Можно убить человека Раз нельзя Вот у меня Грань Имущество должно быть Неприкосновенно Нехрен Лезть На чужую Собственность Вот у меня Такая грань И не важно На что идет Покушение На две табуретки Или на Миллион долларов Вот такая Моя позиция Вот Никого травить Не собирайтесь Это тоже Ваше право И ваша жизненная Позиция Я ее уважаю Просто я Рассуждаю Если на территории Бегают ротвеллеры И разорвали Того Кто проник На территорию Дома Тут Ой Извините Тут тоже Сейчас Ладички Налью Тут тоже Именно Вот все Что Я именно Специально Это видео Посвятил С фразой С фразой Умысел Тут тоже Важно Важно Доказать Умысел Понимаете Одно дело Когда просто Ротвеллеры Гуляют По даче Да Преступник И залез И ротвеллеры Его загрызли Это одно дело А другое дело Когда ротвеллеров Специально выпустили Или специально Натравили То есть все Зависит от того С каким умыслом Ротвеллер Ну ротвеллер То есть Ротвеллер Собака В законодательстве Российской Федерации Это вещь То есть Это то же самое Что пистолет Или бейсбольная бита Или грабли Да То есть Вот валяются у вас Грабли На участке А в них Вбит гвоздь Наверху И вор пролез Наступил на грабли Гвоздь ему в лоб И убил его И вот вас спрашивают Ну зачем вы это сделали А вы говорите Я не знаю Я вообще эти грабли Никогда не видел Это кто-то закинул Это одно А другое дело Он говорит Да я против воров Так защищаюсь Это другой умысел Разный Понимаете То есть Если ротвеллеров Натравить на вора Ну тут уже В зависимости От последствий Да В зависимости От умысла Что человек скажет То есть Ну любой Адекватный человек Скажет Ну собаки бегали Бегали вор залез Они его загрызли Я тут причем Моя территория А если б вор в колодец Упал Я тоже виноват Вот Понимаете Да То есть Тут очень важен умысел Именно для этого Видео Это и было создано У кашки И все РСО Долги вешают На лицевой счет Жилой объект Все верно Да Это я И именно Это продвигал информацию Что Ну судиться Управляющей компанией По сути Частично судиться С самим собой И с другими Людьми Добросовестными С электричеством был случай Дедушка натянул провода в огороде И погибли подростки Его осудили А другой старик Бывший чекист Завалил на пасеке Рекетиров Вложил им в руки топоры Ножи лопаты Прокурор его похвалил Опытный старик Ну да Нас еще в школе милиции Учили Что Опер должен С собой Ножичек носить Хотя бы На всякий случай Потому что Если ты Во-первых Учили Что если ты стреляешь Преступника Который на тебя идет Там Вот То его надо убивать Насмерть Потому что Мертвый преступник Жалобу не напишет А преступник Которого ты стрельнул В ногу И задержал Он будет тебя Всю жизнь жаловаться Еще и потом выйдет Может и мстить будет Поэтому если уж стрелять То намертво Вот Это первое И второе Учили Ножичек собой Меть Чтобы подкинуть Мы сейчас берем Добросовестных ментов Мы не берем Подонков и негодяев Опять же Чтобы вы не лезли В сторону Недобросовестности Недобросовестность Во всем чем угодно Может быть И Но Такое У нас был Преподаватель По оперативно-розыскной деятельности Вот он этому Нас учил Мне кстати К счастью Не пришлось Ни разу это использовать Да и не таскал Я с собой ножичек Вот Но если бы у меня был Выбор Стрелять человеку В голову Или в ногу Я бы конечно В голову стрелял Ну смотря Опять же Что идет То есть Идет на меня Человек с топором И я бы ему В голову конечно стрелял Удачи в работе Класса Вам спасибо Считаю что Человека не должны Привлекать Потому что Он ведь не заставлял Их пить Отравленный алкоголь Не заставлял От сугубо их желания Жажда испить чужой А вдруг Человек отравил Крысом и шею Он все же не хотел Синяукой Не до законов Слушай вас поражает Что есть места Где до законов Смотрите Вы правы Вы в мое мнение Ну практически Полностью процитировали Единственное что да То есть Человек Почему сел в тюрьму Потому что Он честно признался Я знал что Воры лазят И хотел их отравить Вот Он должен был сказать Понятия не имею Откуда эта бутылка взялась И был бы Невиновен Нифига залазить Ко мне в дом Нельзя за это сажать Да Согласен Нифига залазить в дом Все верно То есть Каждый вор Должен знать имущество А чужой Неприкосновенно И если ты Допустим Вот перелез Через человека Двухметровый забор Ты перелез через забор Там взломал И получил там И умер из-за чего-то Там Удар Электрическим током Стрельнули в тебя Из пистолета Там Все что угодно Там просто избили до смерти Все Как бы До свидания Ну опять же Это должен быть вор То есть Например там Я не знаю Человеков преследуют Какие-то негодяи Он там перелез через забор И пытается там Просто спасти жизнь свою Ну тут надо уметь Да Отличать Именно поэтому Я считаю Что в школе Надо преподавать Уже в 10-11 классе Нифига Не литературу Да там И нифига Не физику Да Квантовую механику Вот Эти все Там Я до сих пор Помню Дисперсия Дифракция Интерференция Поляризация Нахрена мне Это знание Когда я пойду В специализированный Вуз Вот там Учите меня А так Вот для чего Мне эти знания Вот вы помните Что такое Дисперсия Дифракция Интерференция Поляризация Я до сих пор помню С урока физики Ну у меня просто память хорошая Я много читал Вот А так Нафиг мне это все надо Даже теорема Пифагора Она нафиг не нужна Но для общего развития Она пойдет То есть в принципе В школе В вузе учат учиться Да Вот Я слышал такую идею И мне она нравится То есть Но учить учиться Можно и на Примере юриспруденции Вот Поэтому да То есть На самом маленьком уровне Человек Потенциальный преступник Даже должен понимать Что его имеет право Убить За то что он Влез в квартиру Я слышал что Сотрудники милиции Которые охраняли квартиру Тоже так умерли Я не слышал Не знаю Так что с капканом то Ну ставил на медведя Оттуда Откуда Мол я знал Что вор залезет Вокруг Вдруг у меня допустим Шкаф на стены поломан Его надо аккуратно открывать Залез вор Открыл резко шкаф Тот на него Упал Сотряс Падение затылком Так это и опять же Умысел Возвращаемся к фразе Умысел То есть Когда дома капкан стоит Ваш умысел Очевиден Правильно Ну где в Московской области Например Медведи водятся Ваш умысел очевиден Когда вы живете В лесу В избушке И у вас дома капкан стоит Умысел уже не очевиден Правильно Вот И то же самое со шкафом Экспертиза покажет Шкаф Ну просто пришел В негодность Ввиду эксплуатации Или был специально Сделано так Чтобы Если что Как бы Преповлечь гибель человека Экспертизы Проводят Сейчас все виды экспертиз есть Опять же умысел То есть вот этот момент Многие юристы Даже и не упоминают Попробуйте на юридических сайтах Найдите слово умысел Умысел Надо доказывать А об этом даже Даже Судьи многие не знают Да Что есть То есть вот у меня был пример Человек не заметил И уехал из заправки Не заметил что Этот Ну пистолет заправочный Не вытащен И разбился там Пластмассовый что ли Или железный Хомутик там Стоимостью 80 рублей И ну как бы Сотрудники заправки Вынуждены были Звонить В ГВДД Вызвали И его лишили права Судья лишила на год Право управления Транспортным средством Потому что он покинул Место ДТП А тогда Когда даже Там 80 рублей Ущерпал ДТП И я ей пытался доказать То есть она Ну неграмотная судья Которая не Не помнит законов Или не изучал Не знаю А ей пофиг У нее есть статья Да Оставление места ДТП Я ей объясняю Как на английском языке Я говорю Есть Смотрите Состав права Административного Права нарушения У него есть Субъективная сторона Объективная сторона Объект Объективная сторона Субъект Субъективная сторона Все четыре признака Должны присутствовать Если Хоть одного из признаков нет Нет самого права нарушения Нет состава Нет права нарушения Вот И Субъективная сторона Один из признаков Субъективной стороны Это наличие умысла На совершение Права нарушения То есть еще и умысел Должен Да Быть На то, чтобы покинуть место ДТП. Прямой умысел должен быть. Если человек не заметил, если ему никто не сообщил, никто не остановил. Да, я понимаю, это опасная практика, и то есть так все будут говорить не заметил. Тем не менее, закон, я трактую закон, вот, и как бы вот тут, ну, явно было видно, да, то есть заправка даже дала там справку, что претензий не имеет, что ущерб компенсирован, но все равно судья лишила. А хотя умысла у человека не было. Даже заправщик это подтверждает, что он сам виноват, что он отвлекся. Ну, в общем, вот так. Если у меня на даче в моей отсутствии стояли бутылки с содержимым, они выпили и сдохли, то с чего я должен ответственность нести? Я там хранил несъедобную жидкость. Это, опять же, да, умысел берем. То есть, смотря, что вы скажете полиции. С одной стороны, вы скажете, я хранил несъедобные жидкости для того, чтобы травить крыс. А этот человек, я почему это видео сделал? Он пострадал из-за того, что был честным и порядочным. Сказал, хотел отравить ублюдков. Мне интересно было бы от вас видео увидеть или услышать мнение по применению перцов в баллончике. Как не попасть под мелкое хулиганство? Не хулиганить. Мелкое хулиганство. А в целях необходимой обороны. В целях самозащиты использовать. Смотрел на одном канале, как к таксисту сел пьяный молодой человек. Начал деваширить таксист, залил его перцем. Тот выпался из машины. Таксист не уехал, вызвал на ретворец и написал заявление о нападении, объяснив это тем, что нужно было первым подать заявление о том, что напали на таксист и прошла проверка, нежели написал об этом пострадавший. Но все верно пока. Который поплакал с перцем. Насколько эта схема вообще имеет место быть? Разумеется, в целях самообороны. Тут, понимаете, главное, с чем проблема? Не превысить меры необходимой обороны. То есть, если сел пьяный человек к таксисту и сказал что-то грубо, и таксист его залил перцем, да? А у человека ожог, роговое, химический ожог роговой оболочки, глаз, один глаз вообще ничего не видит, да? А второй только наполовину, нужна длительная дорогостоящая операция, то имеет место быть превышение необходимой обороны. И вполне возможно таксист присядет за причинение тяжких телесных. Вот. Поэтому, конечно же, баллончиком лучше брызнуть аккуратненько и с расстояния. Вот. И чтобы не было. То есть, в принципе, обычно, если там с полуметра в лицо человеку брызнуть, не травить его прямо изо всех сил, да? Вот. Обрызнуть, да, там, на одну секунду и все, и как бы вызывать полицию, то никакого вреда не будет. Поплачь ты, поплачь. То есть, тут зависит от общественно опасных последствий, насколько превышена мера необходимой обороны. Организация и руководство учредителей по справедливости, входя на рынок, получая лицензию, должны кушать не только вершки, но и корешки. Полностью согласен. Ну, да, да, вершки и корешки, да, это так, сказочка, это я, хорошая. Вот, конечно, да. Все, у организации ответственность в пять раз больше, чем у обычного физлица. А где вы учились? Я смотрю, у вас очень широкий профиль, работали в полиции, где юрпрактику нарабатывали. Об этом все есть. Об этом есть видео, и как бы, поэтому, ну, хотите, если интересно, окончил школу милиции, потом окончил университет МВД, потом поступил в Академию экономической безопасности МВД, но уже не окончил. Потом было незаконное осуждение, и Верховный суд меня освободил. На два года, три месяца я провел в колонии строгого режима в Мордовии. Это, наверное, самый лучший мой вуз был. И дальше уже все остальное. То есть, ну, всю жизнь работаю. В полиции работал, в милиции работал, операм следователем работал, потом в Управлении по борьбе с организованной преступностью работал. Ну, и вот как меня Верховный суд в 2011 году как раз, да, кстати, 10 лет прошло уже, ничего себе. В ноябре, в 2011 году Верховный суд меня отпустил. 10 лет назад. Вот. И все остальное уже юридическая практика. Если бы он сказал, что умысла не было у него, а, например, готовил отравленный алкоголь для гадинцев и химических опытов, то его не посадили бы. Все верно. Это я и пытаюсь донести. В РФ законы против закона послушных граждан. Так что не надо ля-ля. А где моя ля-ля? Так, на какое видео можно люблять воров? Не надо ля-ля. В РФ законы против закона послушных граждан. Вы не правы. Я сейчас подочитаю. Может быть, даже заблокирую вас. Вы не правы, потому что законы не против. Они просто не исполняются. Почитайте. Возьмите вам с первой по 51 хотя бы статью Конституции. Просто читаните. У меня даже видео есть с разбором Конституции. Все там идеально. И право на благоприятную окружающую среду есть в РФ. Просто то, что это не исполняется, так это другое дело. А законы вполне нормальные. Просто их практика применения, то есть очень много неграмотных людей, очень много людей, которые идут в правоохранительные органы без цели защищать граждан. Так что не надо ля-ля. Мне вот это вот не нравится, такое общение, когда со мной. То есть могу привести несколько примеров, где посадили по самообороне. А я могу привести несколько примеров, где не посадили по самообороне. Представляете, вот и все. То есть, ладно, было разбойное нападение. Частный дом избили жену, дочку мужа. Естественно, тяжкий телесный. Игорь, назовем хозяина дома, так застрелил одного из грабителей, который уже почти выскочил через окно. Итог, посадили за превышение самообороны. Как сказано обвинение, грабитель же уходил. Зачем его было убивать? Надо было вводить в полицию. Вот вам и закон. Значит, смотрите, почему я вас блокирую? Потому что вы неадекватный человек. Именно это я и сказал, что необходимая оборона у нас не работает. Неправильная практика применения, неправильное законодательство и так далее. Именно это я и сказал. И я же сказал, что должно быть разрешение убивать человека, если он проник в частную территорию. И чтобы не было превышения. Но вы же в желании высказать свой фи, не понимаете, что пытаются до вас донести. А такие люди мне ни среди подписчиков, ни среди людей, которые обратятся ко мне за юридической консультацией или помощью, не нужны. Поэтому я вас блокирую. Дальше. Так, они сами выпили этот алкоголь. Он их им не поил. Тем более, он даже не пускал в дом. Получается, единственное, в чем он виноват. Хранение отравлено алкоголь. Нет. Он виноват в том, что у него был умысел убить неограниченное количество лиц потенциальных. И он в нем признался. То есть, если брать строго, вы знаете, прям взять законодательство прям вот на 100% идеальное. Да, он заимел целью умысел убить воров. Да, он захотел убить воров. Подготовил для этого все. И убил. Все. То есть, с точки зрения идеальной юриспруденции робототехники, да, если бы робот судил, да, он совершил убийство. С точки зрения, вот когда суд присяжных, то они его должны, например, оправдать. С точки зрения моей, законодательство требует доработки и разъяснений о практике применения, потому что в таких случаях, ну, не должен человек привлекаться к ответственности. Так что, ну, в хранении, как раз хранить отравленный алкоголь не запрещено. Запрещено подготавливать убийство. Вот, и убивать людей. То есть, он именно в том его и ошибка, что он признался, что он хотел их убить. Ему надо было сказать, хотя хранил для травли крыс. А кого привлекать? Ученика или ученицу, или обоих сразу. Статья 134. Статья 134 Уголовного кодекса гласит о том, что вступление лицом, достигшим 18 лет с лицом, не достигшим 16, то есть, 18-летний переспал с 15-летней, это уголовка. Кого привлекать? Ученика или ученицу? Ну, 18-летний это уже, наверное, не ученик, но, допустим, если это ученик, именно вступление, то есть, виноват тот, кто старше. То есть, пусть это будет учительница 25-летняя секси-герл с пацаном 15-летним, который такой уже раскачанный и выглядит, как 25-летний мужик. Все равно это статья. Так, можно ли... Ролик из рубрики «Голова у человека держится на кончике его языка». Ой, пожалуйста, подскажите мне, что это значит? Это я, ну, вот, не обладая какими-то познаниями, есть какой-то мем там или что-то такое. Или человек пытается меня оскорбить, я не понял. Поэтому пока я проигнорирую. Деньги на штраф управляющей компании соберутся в тех жильцов, пройденный там, да, именно это я и доносил в своем видео. Блин, теперь Госдуму себя оберегать начнет. Она уже давно себя оберегает, целая Росгвардия создана. Население РФ обречено на вымирание. Ну, да, что-то я там смотрел, как бы потихонечку вымирание идет, то есть, благодаря присоединению Крыма там был скачок, но это же все чисто техническая, да, цифра, вот. А так, да, регулярно идет вымирание, даже материнский капитал особо не помогает. У меня вопрос, работа на заводе заставляет работать в субботу все подряд, а если не выйдешь, пугает лишением прогрессивки. Я не знаю, я не готов вам ничего ответить. Прежде всего, смотрите, когда идут трудовые права, когда идет у меня консультация по трудовым правам, я человеку задаю самый главный вопрос, а вы готовы писать жалобы на руководство и судиться с ним, и конфликтовать, естественно. И большинство людей отвечать не готовы. Я говорю, ну да, какой смысл в консультации, если вы не готовы писать жалобы в трудовую инспекцию, обращаться в суд. Вот. И лишение прогрессивки, но это, наверное, лишение премии, вы имеете в виду. Ну, премия, да, тоже не обязательно выплата, надо смотреть уже документы, там, как и что. То есть, в принципе, да. Ну, я не знаю, что вам тут сказать. Вы обещали видео о том, как вести себя в суде, я все помню, например, когда дело о лишении прав или штрафа, просто мне это предстоит. Ну, да, обещал, пока все никак не соберусь, у меня там, и своих дел много, и личной жизни, и работы много, и забываю еще, да. То есть, у меня постоянно всплывают мысли, я там, если не успел ее записать, то забываю. Тут в Беларуси человек застрелил человек при вооруженном нападении на его квартиру сидит теперь, и все, кто одобряет его поведение, сажают. Ну, вот, в Беларуси то же самое, да. Потому что, как объяснить-то, ну, нет у нас, скажем так, на территории бывшего Советского Союза нету практики права применения, то есть, имущество, да, в Советском Союзе вообще ни у кого никакой собственности не было, все государственное. Вот, то есть, за хищение социалистической собственности, помните, да, АБХСС, сажали очень серьезно, даже больше, чем иногда люди получали, чем за убийство. То есть, даже, знаете как, я вам приведу пример, могу ошибиться сразу, но в каждой стране самая первая статья Уголовного кодекса, за которую сажают, показывает, что, что, самая ценная для этой страны. И вот сейчас статья 105, да, то есть, убийство, то есть, ценность жизни человеческая. Это самая первая статья, за которую сажают, 105 Уголовного кодекса. А в Советском, вот, я сейчас могу ошибиться и в цифрах, там, и во всем, но в Советском Уголовном кодексе самая первая статья была, по-моему, хищение социалистической собственности. И там дальше уже шли государственная измена, там, что-нибудь там, измена родине, предательства и так далее. Но, по-моему, самая первая статья была хищение социалистической собственности, ну, или что-то в этом роде. То есть, сначала на первом месте было государство, человечек был просто муравишка, да, вот и все. То есть, и вот на практике бывшего Советского Союза нету такого, что собственность священна, вот так вот. Понимаете? Так же, как жизнь. Ну, конечно, жизнь человеческая важнее. Но и собственность не менее цена, не менее священна для человека, согласитесь? Вот. И, ну, как бы, преступление совершать нельзя. И человек, который идет на преступление, вот он идет на квартирную кражу, да, он понимает, что его даже убить не могут. Вот. А когда он будет знать, что его без проблем застрелят, вообще без проблем, вот он раз там взломал замок, открыл дверь, вот, зашел в квартиру, закрыл дверь, ему в лоб стрельнули из охотничьего ружья. Конечно, он сейчас посадит такого человека. Но я против такого законодательства. Нехрен взламывать чужие квартиры, дома, автомобили. Вот. Нехрен. Все. И это должно с молоком матери впитываться. То есть, должно в новостях быть, что убили человека, вор, вор, да, попытался угнать машину, да, только тронулся, а ему в лобовое прям выстрелили из, опять же, из охотничьего ружья. и человеку еще и наградили за медалью за отвагу. Вот. Как, я почему не против, то есть, там, всякие мнения, есть, как в метро, парня этого там наградили, там, ему Собянин денег дал, Бострыкин дал ему медаль и так далее. Я не против. Пусть это будет примером, чтобы все, все себя так вели, все понимали, что, ну, да, можно получить люлей, конечно, но можно и медаль получить и 2 миллиона от Собянина. Я только за, потому что, таких людей станет больше от такого поведения. Вот. Единственное, конечно, опять же, надо со школы прививать, что такое необходимая оборона, крайняя необходимость, когда можно убить человека, когда нельзя, чтобы не было такого, что, там, ты идешь по улице, да, там, какой-нибудь придурок пьяный, там, на твою жену говорит, ой, какая соска, ты достаешь, там, травматический пистолет, да, и 8 пуль ему в глаза выстреливаешь. То есть, такого не должно быть. Вот. Но, тем не менее, там, право, ну, влупить ему за трещину, как бы, должно быть. И это не должно, как хулиганские действия или побои, квалифицироваться. Вот. Сложно, да, все. Очень, когда, ну, ладно. В общем, не проблема, не раз списывал долги, идешь в МОСЭнерго, принош, ну, у кого, то есть, опять же, исключение из правил не значит, что правило неверное. Вот. Поэтому я рад за вас. Думаю, что идти на таки крайне мере не нужно, ведь жизнь назад вернуть уже невозможно будет. Нужна ли мне жизнь человека, который лазит по дачам, да, он же не первый раз это делает, вот. Нужна ли мне жизнь этого человека? Мне вот наплевать, наплевать на него. Я, может, циничный, да, после стольких лет работает, вот. Но мне вот жизнь этого человека не важна. То есть, если я услышу, что где-то воры, там, забрались три вора и отравились, и померли, да, я скажу, ну, туда им и дорога. У меня даже, к сожалению, никакого не будет. Прав я, не прав? Не знаю. Мое мнение. Вот. А ваше мнение, что жизнь человеческая бесценна. Тоже верно. Вот и все. Я никогда не скажу, что вы не правы. Я скажу, что я просто не согласен. Вот. Можно ли, оправдал бы полностью? Я бы тоже оправдал. Для этого вот и суд присяжных нужен. Вы же знаете, да, если у нас в стране количество оправдательных приговоров меньше одного процента и стремится к нулю очень сильно. При этом, что-то в районе 20-23 оправдательных приговоров у суда присяжных. С одной стороны, суд присяжных это очень часто, на мое, мое личное суждение, часто стадо дебилов. Вот. Очень часто я уже видео делал, про себя. Меня же суд присяжных судил, и у меня видео есть по этой теме. С другой стороны, это единственный шанс вот у таких людей, что его признают невиновным, да. Ну да, еще опять же, чтобы вы понимали, когда я тщательно изучал вообще всю систему суда присяжных, там фишка, знаете, в чем? Сам вердикт присяжных суд не имеет права противоречить ему. Но высшестоящий суд имеет право отменить решение суда по техническим установлениям, по нарушениям какого-то профессионального законодательства. И грамотная судья, которая работает в суде присяжных, чтобы не было никаких этих, она аккуратно, аккуратно делает так, что в деле есть косяк, который отменяет дело и направляет на новое рассмотрение. То есть так можно хоть 10 раз направлять с новыми, пока присяжные не примут решение. Ну так, банально, банально. Самое простое, я так, самое простое вам скажу. Подсовывается присяжный, например, который ну ранее судим, допустим, да, и при этом он говорит, я не судим. И об этом знает только аппарат суда. И потом, когда присяжный, например, выносит не тот приговор, который надо, появляется жалоба, да, соответственно, апелляционная, высшестоящий суд, высшестоящий, и где написано, что такой-то судья, ну, например, от прокурора, да, такой-то присяжный скрыл свою судимость. Значит, был не, ну, значит, был уже, как это называется, заинтересован в исходе дела, да, вот, и, соответственно, на этом основании отменяется решение суда, и дело направляется на новое разбирательство в ином составе судебных присяжных заседателей. Вот, и, ну, опять новый состав, там опять можно что-нибудь замутить, да, какую-то техническую ошибку. Я эти все ошибки видел, я когда в Верховный суд писал, им вообще наплевать было, то есть, Верховный суд, он удивительный, я написал жалобу, там, сейчас уже не помню, ну, пять или семь пунктов, там, серьезных было нарушений, и они просто проигнорировали, выбрали один-два самых слабых пункта, вот я потом уже, как я сказал, делал тоже видео, что в жалобе надо писать самое основное, лучше пять жалоб с пятью, в каждом по одном пункте, чем одна жалоба на пять пунктов, потому что выбирают самые слабые пункты, а другие игнорируют, вот, и Верховный суд, нарушая свое же решение, где он говорит, что надо на каждый пункт суды обязаны отвечать, да, жалобы, нарушая, да, там, парочку пунктов слабых выбрал, опроверг, ну, ладно, отпустили меня, отпустили, хоть на этом, спасибо, давайте дальше, так, а я здесь не причем, ну, все, ладно, наверное, да, давайте, я жду ваши отзывы, потому что, ну, я так долго могу болтать, да, комментарий, сразу мне целый пласт размышлений и воспоминаний дает, я так долго могу, может быть, кому-то нравится, да, включить там, во время поездки, пока в пробке стоите, или там, в метро едете, или еду готовите, может быть, кому-то нравится, то есть, мне важно, вот именно тут отклики, я не прошу там лайки, дизлайки, по колокольчику, подписке, мне все это неинтересно, я не монетизирую, но вот отклик, такой формат, интересен или нуден, я не знаю, вот мне непонятно, поэтому жду от вас, вот именно откликов.